Это будет третья партия с Антом. У нас сайдовый план не поменялся. Мы оставляем все то же самое. Тут не зависит сайдовый план отхода или от дрова. Давайте посмотрим, что я получу на стартовую. Я получаю Лилиану и какие-то еще карты, но они являются достаточно несерьезными для этого матча. Поэтому я мулиганяюсь в 6 карт. На табдеке я видел там землю. Я ее, естественно, отправлял на ботом. У нас земли уже более чем достаточно. Тоже хорошая рука, потому что я первый. Есть возможность покастить дейс, теоретически прервав закрутку. Есть возможность кастовать суржик. И также можно посидеть на бронешторме в надежде поднять еще что-нибудь. Например, форсу с синим печем и гимн положить на табдек. Так тоже работает. Поэтому это естественный кип. Оппонент на свой ход меня пробирует, смотрит, что у меня есть. Я не думаю, что он сильно обрадовался тому, что увидел. Играет мне терапию. Я здесь буду вынужден прятать бронештормом карты. И оба будем играть в угадайку. То есть ментальные игры начались. Угадает оппонент то, что я оставлю, или не угадает. Как мы видим, я поднял, соответственно, дейс и землю. Мне необходимо для дальнейшей игры, соответственно, то, чтобы оппонент у меня не попал в гимн терапии. Скорее всего, он об этом тоже понимает. Но, тем не менее, надо себя обезопасить от этих возможных плеев. И я здесь буду прятать... То есть, если я оставлю два дейза на руке, то терапия попадет в два дейза, и это будет тоже очень печально. Поэтому, в принципе, игра за меня уже сама диктует, что мне прятать. Мне надо прятать сначала дейс, а потом гимн. Для того, чтобы разыгрывать на свой ход гимн. И если оппонент мне не попадает в дейс, то сидеть на дейзе. Или если он мне попадает в дейс, то остается еще суржик. И вкупе с моим гимном это тоже достаточно неплохая комбинация. Может быть, если я попаду в нужные карты. Вот. Значит... Прячет то, что сказал. Оппонент выбирает суржик. То есть, в принципе, мы видим достаточно хорошего пилота. Он тоже понимает, как бы, во что играть необходимо, и что, скорее всего, я оставлю. Хорошая игра. Хорошо, что он прочитал. Вот. Ну и, соответственно, передает мне ход. Вот. Я, как и было обозначено, играю гимн. Я сознательно не сакал мисти за бая, потому что я хочу остаться на втором дейзе и иметь дальнейшую игру. Вот. Каких-то более серьезных тапдеков. Ну, наверное, это второй гимн мог быть. Но рассчитывать на рандом я не люблю. Поэтому лучше пусть это будет дейс. Вот. Попадаю в не самые хорошие карты. Это кондеру и тендрилз. Вот. На свой ход оппонент разыгрывает пондер. Пытается что-то найти. Я же поднимаю второй дейс. И вот уже тут ставлю мисти. Оппонента пока еще нет закрутки, на мое счастье. А вот и приходит второй гимн стапдека. И гимн попадает, попадает в две дейсфигуры. Не самые лучшие карты для меня, в которые можно было бы попасть. Но, в принципе, это показывает то, что с двух карт уже оппоненту при наличии у меня двух дейзов будет закрутиться реально проблематично. Поэтому здесь можно немножечко подрасслабиться. Три карты. Пандерится оппонент у нас в поисках нужного. Опять это земля. Дейзы превращаются в тыкву. Но тут поднимается форса. Это уже здорово. Три карты. Оппонент играет ритуал. Это означает, что, видимо, он будет идти у нас ва-банк. Кабал ритуал. Тютер. Ну, я, естественно, не хочу, чтобы тютер происходил. Контрю его форсой. Стапдека приходит делвер. Я его разыгрываю. Оппонент 0 карты, это ровно тот момент, когда нужно создать давление. То есть колода меня в этом отношении достаточно сильно выручает. Я сдаю себе карты в этой партии в очень хорошей последовательности, в нужной. Вот. То есть сначала гимны, какое-то взаимодействие, противомагия, а потом уже существо для того, чтобы зацементировать этот матч. Оппонента приордейн. Что-то находит он с этого приордейна. Делвер у меня флипается форсой в наглую. Я налетаю на оппонента и чувствую себя достаточно комфортно. У оппонента уже две карты. Он видел у меня форсу, потому что это был делвер. И пока я не вышел на 5 ман, он пытается скастить пастын флеймс. Но вот у меня есть пич под форсу. И здесь, наверное, у оппонента немножечко пригорело. Потому что сдача у меня, конечно, здесь очень была жесткая. На свой ход я поднимаю термоговь. Дополнительное существо, чтобы усилить счетчик. Ставлю его. У меня остается два хода до выигрыша. Поднимаю в наглую еще спеллпирс, чтобы точно прервать закрутку через пастын флеймс. Терапия от оппонента. Он выбирает фластер-шторм и сдается. Ну, вот, в общем-то, вот такая вот партия с Антом. Из нее вы видели то, что, в общем-то, наверняка было и в теории понятно. Тем, Америка имеет достаточно хорошее и весомое здесь преимущество. Однако, несмотря даже на голдфиши, которые бывают... Ну, вот, в частности, то, что мы увидели во второй игре. Можно этот матч проиграть. Именно для этого, именно поэтому, прежде всего, в сайте у меня имеются дополнительные закладки на комбу. Некоторые пилоты Тим Америки предпочитают этого не делать, что я считаю ошибочным. Проигрывать комбей я очень не люблю. Поэтому, считаю, этот сайт достаточно обоснованным. Вот. Ну, в общем-то, вот такой вот матч. Спасибо огромное вам за просмотр. Всего доброго.